Можно не сомневаться, эта выставка не оставит равнодушным никого, потому что почти у каждого из нас дома есть пушистый питомец. Щелковский историко-кровеческий музей уже не в первый раз обратился к самому трогательному и чувствительному – любви человека к братьям нашим меньшим. Некоторые ангелы выбирают шерсть вместо крыльев. Так называется выставочный фотопроект Алексея Филоненко и Ольги Казанцевой, участников секции арт-фото Творческого союза художников России. Да потому что на самом деле это действительно хранители. То есть у собаки это просто кармическая задача – охранять. На окошке с тебя снимают какие-то такие эмоциональные проблемы. Когда приезжаешь домой расстроенный, в плохом настроении, то они очень, конечно, выравнивают твое состояние, дарят вот эту свою безвозмездную любовь. И на самом деле они же ничего не просят в ответ. То есть они просто кайфуют от того, что они рядом с нами. Собаки – это охрана, защита, преданность. Кошки – уют и спокойствие. Собаки наравне с людьми воевали на фронте в Великую Отечественную. Кошки состоят в штате Государственного Эрмитажа, спасая от грызунов предметы мирового искусства. В общем, они сопровождают нас по жизни. А у Ольги и Алексея они не только дома, но и на фотографиях. Некоторые создавались в студии, как фотосессия для того или иного приюта. Но большинство получались спонтанно, не думая, давая кадру его неповторимое наполнение и передавая ощущения автора. Алексей предпочитает мимолетность. Ольга – студийный фотограф. Но в их работах все равно истинный характер, индивидуальность хвостатого героя. «Иногда подглядываем. Вот, допустим, моби, который лежит у порога, да, это именно подглядка. Когда ты выходишь из комнаты и видишь картина, картина масла, то, конечно, ты берешься за камеру, пока момент не ушел». Не волнуйтесь, газ не настоящий. С красавцем-шеф-поваром ничего не случится. А вот целая серия называется «История Кузи». Крошечного котенка подбросили в гараж, его отмыли, отогрели и сделали фото для пристройства. «Вот кадр, который последний в чашке, я могу сказать, что через час после того, как кадр появился на Авито, появилась семья, которая его забрала. Кузя перестал быть Кузей, стал Персеем, и вот с той поры он великолепно себя чувствует, живет, обожаемый». Выставка – основной элемент музейного проекта. На ее фоне на протяжении полутора месяцев будут проходить и другие мероприятия. Встреча с кинологами, занятия для детей по обращению с животными. На открытие выставки пришли четвероногие сотрудники кинологического центра Федеральной таможенной службы России, немецкая овчарка «Авангард» и лабрадор «Зарина» со своими партнерами-человеками. Показали элементы реальной работы в аэропортах и других местах массового скопления людей. «Зарина» быстро нашла подозрительную сумку с наркотическим веществом. «Авангард» обучен на поиск взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов. «Справа, в ряды». А этого героя зовут Малыш. Малыш – он подопечный благотворительного фонда и приюта «Шанс». Сегодня в приюте 75 собак, в том числе породистых. Существует он на пожертвования неравнодушных людей. На время работы выставки в музее тоже открыт сбор средств. А собаки из приюта представлены в окнах музея. Сумма, которую мы могли бы собрать во время проведения этой выставки, помогла бы двум смелым женщинам, которые содержат этот приют, купить корма для животных. Вообще, этот выставочный проект, конечно, с определенной целью. Не только представить фотоискусство этих замечательных ребят, но еще привлечь внимание к гуманному отношению к животным. Призывали к доброте и состраданию присутствовавшие на мероприятии известные медиаперсоны – художник и фотограф Серж Головач, ведущая радиомилицейская волна Алла Никитина, председатель секции арт-фото Творческого союза художников России Максим Киреев. Конечно, все тоже кошатники и собачники. Кошка Аллы, строгая красавица Соня, даже стала одной из героинь выставки. Щелковскому телевидению тоже достался подарок за то, что мы много лет стараемся опекать у себя бездомных котов и кошек. Ирина Микеда, Сергей Василевский, Щелковское телевидение. Субтитры создавал DimaTorzok